Учителя, парикмахеры, продавцы в этом цеху заступают на вторую смену. Шьют все, что необходимо сейчас нашим военным, которые находятся на Украине. Наталья узнала о такой возможности помочь неделю назад. С тех пор все свое свободное время проводит, сидя за швейной машинкой. Да, очень важно. Момент такой был, что я сама думала, пойду туда. Я потом поняла, что если я партнер, узнала, что нужно в одном из пабликов, где-то я нашла, то требуется швей. Я думаю, если у меня два образования, надо идти шить. Умею шить, значит, надо здесь помочь. У меня брат там, второй брат сейчас уходит. И я к этой ситуации неравнодушная. Думала, чем я могу помочь. И буквально в соцсетях я нашла ссылку на наше волонтерское движение, в которое я буквально с воскресенья хожу неделю. Пришла и вот начала пробовать. Сначала я начинала шить пятиточечники, пробовала. Вчера мы буквально разработали, от ребят пришел запрос на напашники. Разработали, вот вчера две модели отшили, сейчас я пытаюсь третью собрать. Другие женщины успевают отшивать дома и приносят уже готовые вещи. Шьют в основном по запросу солдат. Сейчас очень нужны теплые вещи, но даже к толстовкам есть некоторые требования. Толстовка из флиса по выкройке Лины Потыковой на замке. Она разработана с участием участника СВО. Он сам говорил, что им надо. А, то есть как удобно, да? Как удобно, да. Карман желательно, правда, не на липучке. Уже сказали, что пуговица нужна. Но сделали, уже сделали. Ну, накладной должен быть карман, да? Ну, чем больше карманов, тем лучше. Все равно, не у всех же экипировки-то эти есть. Ну, возьмете на заметку. И вот реглан с выточкой на всех садится. Любой размер и любая посадка. Посадка хорошая. Вместо липучек – пуговицы для безопасности, чтобы не было посторонних звуков. К пошиву тех же сумок или носилок тоже нужно подходить с особой ответственностью. Каждый шов прошит на три раза прочными нитками. Ведь от качества здесь зависит жизнь человека. Пока идет съемка, за вещами заезжают солдаты. В магазинах дефицит военного снаряжения. Выручают руки мастериц. Заезжал я два раза туда. В феврале, получается, первый раз. И второй раз в апреле. Вот. Уезжаем вот на днях. Скоро борт будет. Готовимся, собираемся. Вот. Спасибо волонтерским движениям, организациям, что помогает. Там много чего не хватает. Чего не хватает? Вот вы как человек, который был там на фронте, и прямо вот точно знает, и может сказать, что самое еще в ходу, что сейчас. Ну, пятиточечник, да, точно нужен для здоровья, чтобы постоянно сидеть на земле, на холодном месте, на коленнике, вещи теплые, обувь удобная. Ну, взять сумки. Кто не владеет шитьем, сортирует вещи, собирает военные сумки, в которых и хранятся носилки, веревки и многое другое. Среди прочего в списке тактические крюки. Их специально изготавливают на наших заводах. Веревка привязывается, к примеру, дверь, там доминирована дверь. Зацепили за дверь, отошли за обувь, дернули. Если там минус взорвалось, ребята целые, крюк, ладость, крюк. И вот такой еще второй крюк, это называется травяной крюк. То же самое, собирается, да, вот это крюк, просто. Тоже веревка, 20 метров, заходят ребята в зеленый лес, там еще что-то. Кидают, на себя тянут, какие растяжки есть, собрали, там взорвался, ребята целые. Работа здесь найдется не только для швей, но и для всех желающих хоть как-то помочь в сборах нашим солдатам. На экране указана вся информация для тех, кто хочет присоединиться к добровольческому движению. Юлия Пермякова, Евгений Павлов, Новости дня.